По другим инсайдам я не могу открыть карты. Игорь, ну что же. Нет, всё. Всё, никаких больше инсайдов. Новости на этом заканчиваются. Ну и мы переходим к встрече Жанецки против EMP. Ещё один, кстати, игрок из Дании. Датчан, вообще, насколько я понимаю, очень много. Вообще, Норвегов-то это... Обозрати внимание. Просто залетела тьма. Жанецки, друзья. Сейчас посмотрим, что из себя предоставляют эти игроки. Такая информация есть по ним. Жанецки. 219 в мире, 120 в Европе. Насколько я понимаю, выступал он также и на Hearthstone Championship Tour. Но с не очень добрым выступлением. Тут вот все 5 партий, которых он успел сыграть, он проигрывает. На Hearthstone Global Games он также выступает от своей сборной. Ну и сейчас все шансы есть доказать, на что он способен. Причём, посмотрим, как он сыграл. Тоже со статусом 7.2, насколько я понимаю, швейцарскую систему. Да. Кому выиграл, кому проиграл из именитых ребят. Ну, много тут информации. Не знаю, так уж уходить. Давайте всё-таки посмотрим. Из известных пока никого не вижу за первый тур. Выиграл он у Пэйна. Выиграл у Давидо. Вообще малоизвестный киберспортсмен в том числе. Выиграл у... А, нет, проиграл Оранжу со счётом 3-0. Выиграл у Крипса. В шестом туре выиграл у Кропсона. Также проиграл Импи, с которым он прямо сейчас и сражается. На секундочку. То есть они уже встречались, и тогда сильнее оказался кто? Импи. Импи, да, обыграл. Интересно. Выиграл Синталол, а выиграл Винца, в свою очередь. Синталол это сильное предстояние Синталолу. Он, получается, вообще отправил домой отдыхать. Как-то так это всё выходит. На четвертом ходу Импи разыгрывает Пожирателя Секретов. Ход переходит к Жанецке. Легендарную задачу мы не выполняем. Был сброшен квест на старте. Почему Пирос не был сыгран? А зачем? Дабы не отдавать под топор. Скорее всего. Так вот, да. Интересно. Ну там Арканолог был, понятно, понятно. Да, вижу я по истории. Арканолог был сыгран, Арканологом и настали Секрет. Но такая антиагроверсия всё-таки не угадывает немного здесь Импи. Ему будет тяжеловато сражаться, потому как два вулканических. В любом случае против Воина шансы хорошие. Всё, нуждико Рога отличный. Есть следующий ход. Не завозит немного Жанецке. С таунтами. Но опять-таки надо выживать. Тут легендарная задача Воина вообще не нужна нисколько. Поэтому уже что в прошлом противостоянии Хоя постоянно скидывал против Агра. Что сейчас? Раскопка заклинания для Импи. Кольцо льда, волна огня и превращение. Что же будет забирать у нас игрок из Дании? Наверное, Флэмстрайк всё-таки смотрится лучше. Но нет, считает, что точечный ремоул здесь самый сильный выбор. Ну и забирает превращение. Пирос наконец-то появляется на столе. Ход уже у Жанецки. Можно взять Секирку. Можно что ещё сделать? Сыграть, не знаю. Детёныша Дикорога просто. Но мне больше нравится Секира. Плюс, возможно, мы увидим Слэм. Возможно, это будет Вурдалак Секира. И зачистка стола. Наверное, да, Вурдалак Секира. Как считаете, через Слэм хочет дроваться. По какой-то причине не хочет играть оружие Жанецкий уже не первый ход. Я думаю, пушка будет сейчас сыграна. Он скорее Вурдалака не хочет отдавать. Для того, чтобы была раскрутка. Чтобы набрать броню, в первую очередь, с Армор Смиток. Наверное, как-то так. Такой план. Ну и плюс, вот она гибрид-версия. Вот он, Медив. Возможно, мы увидим и Аликстразу здесь. В этой сборке. И так, безусловно, это... Это всё-таки Медив Маг, да? Это Дор Маг, да. Да-да-да, это же всё-таки, наверное... Путается с прошлым противостоянием у неё всё. Медив это прикольно, но на готове уже прожорливая слизь тут, как тут. Так, ещё одна раскопка. Но здесь нужно забирать портал. С другой стороны, если ты возьмёшь зеркальные копии, то... Оторожённую сущность, точнее, то ты можешь сыграть это прямо сейчас. Но, в целом, портал сильнее. Всё равно сильнее. А сейчас будет сыгран другой секрет. Это... Ледяная преграда. Ледяная преграда, да. Возможно... Разыгрывать даже... С монетами Дива. Ничего не бояться. И уже метать порталы налево-направо. Пиробласты в том числе. Но есть... Контра к Медиву. Должно это немного смущать импи. Ну, и вот по поводу этого противостояния против Медив Мага от Жанецки, да, и Таун Ту Война, разнятся мнения по поводу того, стоит ли сбрасывать вообще квест. Стоит ли оставлять. Это всё-таки, ну, не такая агрессивная редакция. Сначала подумал я, что это секрет Маг, но тут... Это именно Медив с Пигросом. Мне не разнятся. Жанецки считает, что всё-таки квест не нужен. Здесь иной вин кондишен. Тебе нужна броня. Нужно переживать как-то. Все эти угрозы, которые создаёт Бёрн Маг. Ну, конечно же, показывает нам импи ещё и арт Детёныша Дикорога. Можем в очередной раз полюбоваться, понаслаждаться. Нет, всё. 19 карт остаётся ещё у Война. Что будем делать? Пирос или Медив? Вот в чём вопрос. Медив. На Медива есть Контра. Нужно разыгрывать слизь. И что ещё? Одну из пятёрок. Ну, просто уличную бронницу не хочется так отдавать. Дёшево. Он раздумывает над тем, чтобы разыграть Вурдалака и удариться дважды. Да, взобрать Медива. Но мне не нравится такое решение. То есть уличная бронница плюс... Слизь определённо лучшим. Будет ещё армор прожимать. Ну, и вот последовательные, наверное, ещё добавляем себе армора. Всё хорошо. Ну что, пора решаться, импи. Прогручивать все возможные варианты. Возможно, мы увидим сейчас вулканическое зелье. Лакеи Медива, дабы не давать броню. Сразу же убить арморсмитку. Я думаю, вулканическое, моно-змей, пинка в Вурдалак. Даже как-то так примерно это всё будет выглядеть. Ну, нет, тут другое решение. Тут пирос плюс лакей. Вулканическое. Сейчас играть не будем. Нет возможности как-то... Без этого стола разобраться с тем же пиросом. Нужно отдавать двух юнитов. Будет ли вообще идти на такой шаг Жанецки? Пока что он перебирает колоду. Смотритель приносит две карты в руку. Это детён Жди Корога. И доисторический дракон. Ну да, будет трейд. Слизь плюс Вурдалак разбираются с пиросом. Ну, пока есть такая возможность, да, бесплатных трейдов. Чего бы и нет. Ну, правда, вот без казни дела не будет. Ты сможешь лишь заролить какую-то потасовку возможную. Пошёл портал. Три существа на столе. Уличный оборонец приходит для импи. Явно не то существо, которое он хотел бы увидеть. Более статовое было бы поприятнее, но... Что ж, есть как есть. Это не совсем понятно, как Жанецки будет убивать мага. Просто нахрапом будем брать. Две уличные бронницы. С бронниц хотелось бы получить побольше брони. Вообще, в целом, здесь, я думаю, план Жанецки. Это максимально как-то крутануться по броне и просто пережить все угрозы, которые будет создавать здесь импи. Потасовка. Хочется сразу избавиться от всех существ неприятных. Понятное дело, оппонент не будет уставляться. Но как мы будем убирать пироса? Хотелось бы узнать ответ на этот вопрос. Пирос. Или же все-таки портал? Портал мне нравится больше. А мне пирос. Ну, портал позволит сразу же сходить в лицо. Да, на две единички всего, но тем не менее. Но импи считает, что все-таки пирос 10-10. Это более сильное решение. Ну, и у Жанецки нет ответа. Нужно находить казнь, которая не приходит. Такое дело, что потасовка была отдана. Причем потасовка была отдана на трех юнитов. Ну, вряд ли бы больше стал выставлять маг. Ну, и дело-то еще в другом, что если найдется ответ на пироса, то там можно сдаваться магу. Но тут ответа нет. Есть размена, конечно, в лакеями Дива с помощью детеныша Дикарвога, но не совсем понятно, что ставить. Служитель боли на столе. Ну, попытка, опять же, добрать нужных карт. Каждый ход жмем броню. Так, огненный шар еще заезжает. Урона, кстати, очень прилично уже в руке для импи. Здесь тебе и пиробласт, и огненный шар, и портал со стрелой. Вообще неплохо так. Ну что, метеор? 24, да, я вот же. А нужен ли прямо сейчас метеор? Ну, мы можем на секундочку прямо сейчас внести десятку в лицо. Без ранения своего пироса, метеор, фростболт и пинг. В аккурат. Можем. И десятка демажа, это дорогого стоит? Дабы не подставляться под казнь. Да, согласен тут, импи. И бахаем мы пиросом в лицо. Такой ходячий пиробласт просто. В виде феникс. Больно, Жанецкий. И неужели это будет та самая партия, в которой пирос выиграет игру? Ну, пока что все к этому идет. Нужно находить казнь. Прямо очень скоро. Возможно, мы увидим служителя более раскрутку и... Попытка добрать казнь пока еще не поздно. Весь накопленный армор пошел прахом. Еще раз хочется вспомнить ту самую потасовку. Которая была отдана. Ценой в 10 хп вот сейчас уже. Возможно, даже в 20. И это не казнь. Ну, есть накорму рыбам. Это, конечно, все неплохо. Я думаю, что пиробласт даже в детенышце. Дикорога сейчас... Ой, в матриарху уйдет. Либо портал... Хотя... Зачем портал? Да, есть же полиморф. Есть превращение. Бам. Оп. Немного информации для противника. Чуть-чуть. Информации к размышлеру. В громилу из трущоб, конечно, сильно. Ну, доберем еще как минимум карту. Давай. Служитель боли в громилу из трущоб. Казнь или не казнь. Не верит, по-моему, своему счастью импи. Вот честно. Смоленой страж. Ударяется здесь. Или не Смоленой. Это будет все-таки Дракон. Ударяется овечка. И находит таким образом возможность немножко зачистить Жанецки. Но на Пироса ответа по-прежнему нет. Гручь, печаль, тоска. Но делать нечего. Пиробласт в Дракона. Либо дабы сэкономить дэмэдж. Это фаербол и фростболт у Дракона. Но Пиробласт Дракона надо посильнее. И таким образом... Сколько? Три раза. Три хп остается. Три раза Пирос бахнул в лицо Таунт Война. Нормально так. Как поживаешь? Где потасовка? Не очень, не очень поживает здесь квест Войн. Ну и Мак должен здесь выигрывать. Это жесть. Просто жесть. Изначально импи все хорошо. Он угадывает с матчапом удачным для себя. Но и Жанецки ничего сделать не может. Есть же, друзья. Запостил наконец-то. Что там, что там. Лайнап свой Хоя. Так, и самое главное даже нет. Да, это Смертабро в Мурладине. Все так и есть. Сейчас мы быстренько это все дело ретвитнем. Чувствую себя сумасшедшим. Так. Готовятся тем временем игроки уже к второй партии. Жанецки вынужден будет поменять колоду. И на сей раз это будет Джейд Друид. Ну, попытка, опять же, контрпика. Хочет импи заменить Маназмея. Какой в этом смысл. Да, Маназмея остается. Также один из лакеев Медива. Будет на старте в руке. Ну, да, по ману кривой. Все получилось идеально. У Жанецки есть монета. У Жанецки есть разгон. К буйному росту подъезжает также еще и озарение. То есть можно будет сыграть пораньше Аю. Что весьма неплохо. Ага, даже подсказывает модерация, что выложили топ-16 колоды Дримхака. Ну что, здорово. Это великолепно. Ссылочку, пожалуйста. Все бегом смотреть, ознакомливаться. Вот ссылочка на колоды Хоя. Ну, раз выложили, действительно, сделали всех в равных условиях. Далее уже все нормально будет. Посмотрим мы на эти колоды. Есть что изучить. Ага, колоды топ-16. Вот окей. Угонь. Благодарим за ссылочку, друзья. Никита. Красавчик. Не знаю, кто там постарался, но спасибо вам. На уже ВКонтакте, насколько я понимаю, запостили. Там Данила, наверное, тоже затащил. Ну, в общем, все молодцы. Сейчас надо еще к ним пробраться. Угу. Гнев улетает в монозме. Так, еще один секрет для импи. На сей раз это антимагия. Антимагия. Ну, возможно, кстати, антимагию мы прямо сейчас и увидим. На официальном сайте Дримхака. Ну, что ж, приятно. Приятно посмотрим, друзья. Приобщаемся. Озарение отменяется антимагии. Недоволен Жанецки. Видишь, что, удумал. Хотел Аю сыграть. Не тут-то было. Ты не пройдешь. И Буйный Рост придется разыгрывать. И прожимать способность героя, дабы все-таки сыграть Аю на следующий ход. Грустно, печально, тоскливо, досадно даже, может быть. Ничего не поделать. Таким образом, для тебя еще ряд хороших топ-деков на следующий. В виде слоника. В виде, ну, опять-таки, той же Аи, которую ты собираешься разыгрывать. Ну, и плюс ко всему, ты постепенно пробираешься. Ну, получаешь больше возможностей для маневра. Рука импи оставляет желать много лучшего. Существ нет, а без существ маг не выигрывает. Посмотрим, что тут есть у этих представителей любопытного от импи. Сразу же чекнем. Давно ли вы видели карты, то есть колоды в текстовом формате, Александр? Колоды в текстовом формате? Привет вам. Сильно. Из 2000 какого? Из 1990-го где-то вот так вот. Еще и от руки должны быть написаны. И отсканены. Классно, да? По факсу можно присылать колону. По матричному. Да, да, да. Только на матричный принтер, говорит, присылаю. Чтобы он еще пищал в момент... Противно так, в момент получения. Так, и вот, судя по расписанию, сегодня доигрывает сетка, доигрывается сетка 16 игроков. Ну, то есть мы посмотрим, по сути, первый раунд. А где вы видите расписание это? Я читаю... Чатик. Чатик. Зачем что-то смотреть, если всегда можно спросить? Ты думаешь, там не обману, да? Нет. Ну, то есть 1.16, то есть смотрим. Я так понимаю, что будет, ну, почти каждый матч, если не каждый, сыгран на стрим. А, да, тут есть код новой же фичи в Хардстоуне. Хорошо, спасибо. Но вы пользуетесь хоть раз сборкой? Я по старинке. Я тоже. Принт-скрин. Принт-скрин и... Пошло-поехало. Ну, так тоже нет, почему бы. Возможности для... Какого-то продакшена, для программирования достаточно широкие открываются с этими колодами. Не, вообще-то здорово. Почему бы и нет. Немного, конечно, непривычно будем, откровенно. Так, что тут у Жанецки этого друида есть хорошего? Сейчас мы их проверим. Сейчас мы их сравним. Йоксарон. Одна штука. Два доисторических. В остальном, в остальном. Прожорливая слизь. Одна штука. Ну и да, все остальное. Достаточно дефолтно. Нет никаких тебе тут звездопадов. Ну уж, увольте. Уволен. Уволен. Все, спасибо. Я пошел. А ты не пишешь, что за помогу хорошего. Разбойница у него, интересно, называется Пиперок. 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 Ну, такой дефолтный, на самом деле, антиагра с двумя зельями вулканическими. Один барьер, само собой. Два из блока. Харрисон Джонс, кстати, есть. Остальное дефолтно. Пиперок. Убирается здесь картишки, Жанецки. Также играется нефритовый двух, который приносит голему уже 4-4. Ну и что же? Что же делать? Возможно, Пирос разобьется, появится на столе. Уже в более мощном облике. Нет, если это то расписание, которое нам скидывали, то оно не работает таким образом. То есть у нас, с учетом вчерашнего даже дня, есть изменения по этому расписанию. 100%. Мы этому расписанию точно не следуем. Вообще, как только будет все заканчиваться, я думаю, что там покажут в трансляции. То есть, как это было вчера, например, мы должны были смотреть 7 раундов. Посмотрели в итоге только 6. Думаю, что тут в пределах здравого смысла, потому как этот матч, счет 1-0. Время 9 часов. И я не думаю, что организаторы будут сидеть до победного. Тем более, что выставка закрывается. И продолжится просто все завтра. Я вангую, что этот матч еще следующий. Это максимум, что мы посмотрим. Ну, поживем, увидим. Завтра трансляция должна начаться в 15.00 по киевскому и московскому времени. Ну и в любом случае будут доиграны все эти матчи. Чемпион будет определен, иначе быть не может. Немножко брони. Йоксарон. Йок, кстати, это сильно. Комната ожидания Йоксарона. Портал и Фрестболт. Нет, не Портал и Фрестболт. Ну, тоже неплохо. Портал Пинг. Фериал Торговец. Ну что, женецкий термит еще. Темпа Йогич. Нет? Нет, понял. Нефритовый дух. 7-7 голем. Размен. С эфериалом. Ну и все нормально пока, более-менее. Ну и держи Пироса тогда. Ого, ну вообще нет, зачем Пирос тогда. Метеорит вообще хорошо. А просто с метеоритом ты ничего не скомбинируешь. Вот это беда. Думаю, что все-таки Пирос. Мне кажется, метеорит. Метеорита ты можешь сыграть на цель более тяжелую, например. На следующего Джейда. Плюс, возможно, придет какое-то существо. Ну, действительно, выбор импи – это розыгрыш Пироса. 10-10. Ну и что? Йогсарон. Давай, поехали. Пам-пам-парав. Давненько не было йогов хороших. Вани Шамвелью. Отличное выступление от Йогса Орона. Это заслуживает аплодисментов, друзья. Прависсимо. Ну, кстати, Йог-то еще раз выйдет погулять. йог или пункт лицом пироса забрать да да ребят десяточка урона хорош что еще одна серия разбирайте говорит еще раз с оранжи йог сарон еще один ванешь будет возвращение штока стою немножко чайку девочка несколько размахов и все силья огня скверны и раз ранен но не сломлен а йог погиб еще и топ-дек алекстраза ну как бы понятно йог сила друзья чё-то как-то импи божит 3 йог просто топовый просто топовый йог сарон смотри зато три размаха можно бахнуть 1 2 3 все классно ну а что ты будешь делать с пиросом алекстразы может г-г-гоу next просто остается только молиться на то что там нет урона вообще просто нет урона нет урона с другой стороны вариант есть еще такой сыграть свайп озарение и понял все понял свайп озарение и дракон не пойдут три размаха просто серьезно три размаха три размаха на пироблаз тогда изи сколько уже раз ударил пирос в заметьте кстати пирос вторую игру выигрывает да помнишь эти комментарии чуть пирос картишках плохая карта полезная вообще 2-0 импи как-то пока не ощущает 2-0 в пользу пироса причем знаешь как есть вот стандартный дефолтные вот этот вот баскетболист 7-7 за 4 маны пламенный безликий есть значит да да тот самый есть второжник художник да а есть 2 поменьше брат это седа спин который забивает такой и есть третий баскетболист это пирос который просто вот знаешь такой кроткий скромный он просто постоянно приходит и уходит а потом один раз забивает в лицо второй если ты еще не умер то на пироблаз тебе щас туда получите распишитесь последняя последняя колодка в этой серии для жанецкий это шаман и шаман нам покажет покажет он нам эволюцию оба нюк через огневичка в ответ полетит но кстати пирос вновь приходит но здесь будет мало змей также есть монета которая сможет качнуть атаку нашему первому дропу при желании а нет показалось ведь тотем языка пламени дает хороший размер для жанецкий ход вновь и импи пингом добивается огневичок как же стремительно развивается события о боже они божат по темпу ли у мурлоков пламенный элементарь в ответ полетит возможно вулканическая зелье и что-то иное придумать здесь импи может быть мы увидим пироса варят ли барьер я думаю мы увидим пинг такой без полива вообще братан зелья нет селье я так прописклик сори мис да и о такой черта точно ошибся табы твоя эволюция сейчас пойдет хорошее хорошее время время для эволюции по моему да нет почему нет потому что у тебя дупой гангстер есть зачем тебе эволюцию сейчас играть играй уходить из под куда из-под куда из-под зелья из-под куда или из-под туда но из-под зелья понятное дело но ты ставишь просто нечто на следующий ход что-то придумываешь а наши тоже верно да и то есть гарантированное продолжение согласен согласен жанецкий вот такс ну что еще пинганем монетка у колик поушин и на этом все останется только нечетом оп оп такой обманул обманул ну что что на 5 будем делать жанецким жани вот и 5 подъехал хорошо что там что там еще одно нечет из глубин говорит развлекать неплохо шестой ход уже есть поперла наконец-то пироса не поставил вот проиграл игру антимагия ученическими лаконическими зачищаем одно нечто на следующий правда мы не играем ничего вы вообще определенную зелье которое защищает стол почти защищает ну теперь а я или дупель гангстера что баха я бы дупеля играл дупель дупель удариться надо не забыть сначала хунук стирка вы там джейд 11 по моему ну да поехали итак дупель гангстеры эволюция дупель гангстера с двустволками и приходит осмарика перевозчица а кабала которая приносит могучего обисала сильно бахает да тут ты знаешь вернул корок неплох ну и как бы повзрослевший немного нечто отхилившийся верней поможет нечто из этого из дупель гангстер опеля да малкорок было сильно да но сильнейшие существа будем откровенно малкорок ну малкорок понятное дело вам просто оп где огра 1 1 ну хороший вопрос знаешь тут на завозил уже импи ну там жанецкий сам конечно нафейлил надопускал ошибок барьер скрывается чуть-чуть урона в лицо 21 единица просто заходит как нож в масло ну и формально мы живем так-то а нет показалось живем а нет не живем и так 1 2 могучий обисал выигрывает эту партию даже нет скину и он продолжит выступление на шамане это последняя колода в его активе импи вынужден колоду изменить посмотрим чем он будет шамана контрить что же это будет что нам по колодкам сейчас узнаем посмотрим посмотрим но пик сайте неплохо выглядит кстати он внешне чем-то ксикса напоминает на есть такое но отмечал кстати что там и пи сильная дека давненько не виделись ксикса выходит мечал кстати что судя по всему импи друг его и не позиции импи друг его ну ладно ладно александр но не придирайтесь не просто хоя писал о том что желает удачи импи но еще не на это противостояние на швейцарскую систему а это предполагает что они типа дружат просто я думаю что они дружат и возможно даже играют то есть возможно тренировались даже к степени мы бим вот он сильный старт кеша на взлет время настоящих джентльменов нет портала для жанецки но есть кровожадный корсар который ломает один заряд крюка и глазастик разменивается с первым помощником энзота второй ход а для импи можно продолжить через улучшение и матроса южных морей разменяться с корсаром и вписать 3 дэмиджа фэйс далее будет пробав от капитана но пока что с посмотрим чем шаман ответит найти бы портал сейчас но нет портала сожалению даже на скине завезли есть это темпы лео мурлоков две жажды крови великолепно смотрятся в руки что за последние колоды интересного импи что же там за друид то такой а это джейд друид все таки без йога ну и по этой сборке воина то есть лерой дженкинс и 1 разрушитель чар как вы видели 2 мортал страйк 2 муртал страйк сильно а как же старый добрый капитан зеленямс нету а ноги есть две две ноги продолжаем ломать лицо две жажды крови у жанецки верите в шамана вот закрыв глаза закрыв верю открыл нет все понятно на самом деле лим земли но темп очень хороший взял здесь вар а вот уж обмана не пошло надо ставить тотем поле амурлоков только для того чтобы отвлечь хотя бы тому как там ну не знаю уже ничего не спасается восьмерку урона на столе ты не делаешь ничего не ставишь стенку ты можешь лишь попробовать заролить стенку как-то ты можешь на следующий ход просто погибнуть даже если там 0 лерой отлетал лерой дженкинс рывочек рыцарь штормграда серьезно красиво как вам скилл ухо четко но все равно тут вар конечно унижает но тем не менее 3 офф ну и все хила там нет неплохо сыграны ставь своего элементаря и давай следующую поздравляем импи с выходом в одну восьмую финала жанрицкий покидает турнир напомним что это уже плей-офф друзья сингл элим проиграл домой домой выиграл молодец оставайся оставайся на можешь еще немножко покатать и так 3 1 ну по игре